Всем привет, меня зовут Оля, и в преддверии Нового года я решила сделать распаковку своих подарков, большую часть которых я заказала на Wildberries, и возможно вам понравятся какие-то идеи, и вы их возьмете из моего видео. Перед тем, как я начну распаковку подарков, мне бы хотелось высказаться кратко о том, вообще как я отношусь к подаркам. Вы знаете, что существует пять языков любви, как ты проявляешь свою любовь другому человеку. Один из них является подарки, то есть благодаря подаркам, которые ты даришь другому человеку, ты показываешь, что ты его любишь. Я знаю, что подарки это не мой язык любви, и таким образом я тоже проявляю свою любовь родным и близким совершенно другим способом, какими-то действиями, и я очень люблю делать сюрпризы какие-то своими руками. Но в этот раз у меня не было так много времени, и я решила просто купить приятные подарки, почему бы и нет. Все равно получить какую-то приятность понравилась бы всем, неважно, какой у тебя язык любви. Поэтому давайте начнем. Так, называется она «Всплеск мыслей». Эту игру я заказала для своей сестры и ее мужа, потому что они очень любят всякие квизы, настольные игры, часто в этом участвуют. И я решила купить такую игру. Я думаю, что мы с семьей как раз-таки можем поиграть в Новый год в нее. Там 100 карточек с заданиями, переворачиваете две карточки, допустим, первая, где может жить человек, вторая состоит из 6-8 букв. И кто первый скажет слово, которое соотносится к двумя карточками, тот, собственно, выиграл. То есть здесь на реакцию, на какую-то креативность, вот, думаю, что в Новый год мы в это поиграем. И еще я купила полкило манго-кубики. Это конфеты со вкусом манго и посыпанные сахаром, если не ошибаюсь. Я помню, когда мы были в Таиланде, мы покупали такие конфеты, потому что там очень много всяких разных сладостей со вкусом манго. И я, когда это увидела, я подумала, что это наподобие того, что мы заказывали. Это было очень вкусно. Отзывы вроде как неплохие. Может быть сладковато, но надеюсь, что понравится. Теперь, куда это все сложить? Я думаю, что я могу сложить в этот пакетик. А, их здесь две. Это вот как выглядит, да, их здесь две упаковки. Думаю, что нужно снимать все упаковки, чтобы не было всяких номеров, всяких наклеек из Валберис. Пусть это все будет красиво. Так что мы это все снимаем. Первый подарок готов. У меня еще вот такое пакетище. Сейчас мы посмотрим второй подарок для моей подруги. Когда я это увидела, я поняла, что это для нее. Это какой айфон? Скажем, 14. Похож на 14? Значит, это он. Это айфон, потому что она очень хочет 14-й айфон. У нее, как и у меня, 10-й. И мы очень долго разговаривали о том, стоит ли покупать, потому что сейчас достаточно дорого, или стоит подождать. И когда я увидела вот этот айфон, я подумала, это для нее. Это на самом деле шоколадка. Сейчас посмотрим, можно ли ее открыть. Кстати, на Валберис ее, если покупаешь, то ее вернуть уже нельзя. Ну, это внутри. И там шоколадка. Для нее я возьму вот этот пакетик с котиками. Сложим туда айфон. Второй подарок для подруги. Это свечи своими руками. Они мне очень понравились. Сейчас покажу. Очень хорошо запаковано. Я, кстати, всегда смотрю на Валберис, чтобы все было в хорошем состоянии, чтобы, если что, вернуть сразу. Ой, уже запах какой приятный. Мандаринка. Еще одна мандаринка. Третья почищенная мандаринка. Сейчас я покажу, как это все выглядит. Здесь еще вот такую подставочку сделали. И мне кажется, на новогодний стол будет очень красиво. В общем, это выглядит как-то вот так. Так, теперь все нужно завернуть обратно. Второй подарок готов. Вставим его сюда. Дальше подарок для мамы. Тоже, когда я это увидела, думаю, что надо брать. Потому что маме на самом деле сложнее всего подобрать подарок. Потому что мама, если чего-то хочет, она всегда это покупает. И каждый год пытаешься придумать что-то интересное, обо что не хочется покупать. И даже когда она говорит о своих желаниях, ты такой, ой, я это куплю. Она это сама покупает. К сожалению, здесь немножко испортили коробку. Хотя коробка сама по себе очень симпатичная. Здесь написано «Створи чудо». Мы творим чудо, чтобы ваша жизнь стала ярче. Проверяла очень тщательно, потому что ее можно было сломать. Это тарелочка. И выглядит она вот так. Ой, здесь даже на обратной стороне написано «Створи чудо». Мам, ты как пуговка, на тебе все держится. Очень классная. Она без всяких трещин, выглядит хорошо. Я ее увидела, думаю, ну это про мою маму. Мне кажется, что у меня не хватает пакетов. Но ничего, мы что-нибудь найдем. Скажите, пожалуйста, у каждого дома есть огромная коробка подарочных пакетов. Вот тебе дарят, ты их не выкидываешь, ты их хранишь. И они собираются. Вот, кстати, вот эта коробка на фоне, там подарочный пакет. Дальше подарок для моего друга. Это декоративный светодиодный светильник-фонарь. Вообще был огромный выбор всяких светильников, ламп в разных формах. И было сложно выбрать. Но он как-то взыкнулся, что он очень хочет камин дома. И не знаю, мне удастся сейчас включить. Там нужны батарейки. Да, нужны батарейки. Ну, здесь начинают гореть дровишки. И такой темноватый свет. Я бы не сказала, что он слишком яркий. Но если он так будет стоять, как декорация, мне кажется, очень прикольно. Единственное, что качество неплохое, но и нехорошее. Ну, пойдет, скажем так. Но я решила все равно взять, потому что выглядит очень симпатично. Если я не ошибаюсь, последнее. Сейчас мы это распакуем. Так, без ножниц никуда. Это, кстати, единственное, что я не проверяла. Но я думаю, там все будет нормально. Ой, он такой маленький. Я думала, он будет побольше. Прям малышка такая. Гет для душа в форме виски. Потому что он очень любит виски. Но дарить ему просто бутылку виски как-то не прикольно. Поэтому я нашла вот такой гель для душа. Интересно, будет пахнуть виски или нет? Ну, маленькая, очень маленькая. Я думала, она будет побольше. Жалко. Такая вот малышка. Сейчас понюхаем. Ну, нет, виски она не пахнет. А, сандал и бергамот. Тоже неплохо. Мне кажется, просто как произвести первое такое впечатление приятное. Ну, вот в этом я думаю, что я подарю на работе. Вот я уже говорила, что мы играли в Тайного Санту. И я подарю две маски. И свечи. Я не успела забрать свечи. Точнее, они еще не пришли. Я их здесь покажу. Они с запахом лаванды. Она написала свои пожелания, что она хочет что-то с запахом лаванды. Что она хочет маски. Собственно, по ее пожеланиям я ей приготовила подарок. А для мамы и для друга мне еще нужны пакеты. Ну, собственно, это все. Кстати, еще хотела порекомендовать один подарок. Я его не заказала, просто потому что я выбрала другие вещи. Но, возможно, вам понравится. Это вот такое дерево. Оно светодиодное. Тоже как декорация. По-моему, очень красиво. Я смотрела фотки в отзывах. Но очень классно смотрится. Может быть, для какого-то другого дня я подарю это кому-то. Но пока что нет. Но мне кажется, как идея было бы очень здорово. Напишите, что вы дарите своим близким. Может быть, какие-то классные идеи. И поделитесь этим в комментариях. Будет очень интересно. Всем спасибо за просмотр. Хорошего дня. И скоро увидимся.